так идем все за грибкопками ты кстати не мазался? я промазался да ты промажься спасибо большое джон господи благослови я пошел догоняй ну давай мажься я тут пока эти сапоги подними а то сейчас будут все коленки мокрые карман положи к себе ладно? ага сумочку взял да? возьми еще черный пакет на всякий случай хорошо ладно сейчас вдруг будет грибов немерено вдруг опа что такое? ее вниз просто опускаешь и все это двойной две собачки там просто понятно понятно так сейчас лучше подожди ты наверх туда не поднимался не? нет не поднимался за дровами раз раз буквально немножко дождь проходил да? ага сильный нет? нормальный ну такой кратковременный да как говорится мал злодник, но дорог это насчет чего ты? даже дождь маленький, но вредный вот он ха-ха-ха вот так вот джон ха-ха-ха получается как то наоборот у тебя все наоборот да? да он не получается не в пользу, а наоборот он вредный да? нет почему? да очень хорошо ну если будет нормально вот можно вот этот проверить может хороший гриб проверишь да? ну проверь, но такие лучше не брать конечно размер этот слишком о, хороший гриб смотри джон да ты его режь ты ножку даже не порезал ага сейчас проверим он хороший конечно ты вот так его сорвал ну понятно да внутри ничего не посмотрел ага сейчас проверю вот этот уже нормальный более-менее смотри возьмешь? я пока следующий пойду искать какой? а, хорошо, ладно сейчас возьму его да, что-то на камере резко ступит ты проверяй ты проверяй может шляпка хорошая ага вот большой гриб я даже подходить не буду смотреть у них шляпка обычно мягкая в общем пособирали мы грибочков уже так в принципе нормально набрали сколько грибов у вас время-то? сейчас скажу без 15,4 да, без 15,4 сейчас покажем вам грибочки так вот смотри сюда вот показывай у тебя тут в основном какие-то шляпки что ли да? я бабки ты собирал да? да ну и маленькие бабки собирал я ну да по моей рекомендации только хорошие грибы да? покажи руки какие у тебя как бы от грибов слизь такая но я сейчас вытер руки себе перчатками меня пока не вытерал у меня руки там нет а то все камера была бы в этом в слизе что ты говоришь? я пока не вытерал руки у меня они грязные но они в слизи у тебя в слизи в речке ведерко вот такое набрал и грибобаз мне еще помогал да вот хороший гриб большой а еще гриба вас покажи вот в пакетике сейчас и я как бы почищал грибы то есть они там как бы это вычищал червивые вот смотрите я грибницу взял может быть ее посажу куда-нибудь это вот грибница как раз от этого от подосиновика виде она какая белая так ну пойдем сейчас сторону избушки да да грибы вроде нас есть да вот сейчас все что обратно пойдем еще может еще попадется да еще пособираем комары есть но мы помазались да нормально сегодня значит тепло получается тепло ощущением где-то больше десяти градусов да да я так может и точно определишь температуру не без так не смогу не умею да не умею вперед за грибами вперед за грибами какой мы вчера еще лозунг то я него вас гроза они большого раз investor либо так нападать ее留言 я повторю просто не забыл я грибо вас гроза грибов ха 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 при серии раз два три я вижу вас гроза грибов ну ты слабо как то вчера у тебя вообще классно получилось ты должен вот так я гриба вас давай гроза грибов давай давай я гриба вас гроза гриба ой ты попверхнулась да как слышишь когда так кричишь в этом связке там как бы так першить начинает вот видишь это искусство это не просто так дается да ну давай скажешь когда будешь готов давай подожди готов точно готов 1 2 3 я гриба вас гроза грибов время 16 30 со сбором грибов не удается там я хотел одну постройку сделать придется когда будет ну побольше времени с грибами не удается хотел показать вам одну мою задумку в этот раз не получилось пока не хочу раскрывать секрет идет дождь я тут собирал грибы складывал грибы басу в рюкзак складывал потом себе сейчас сложил сейчас потихонечку сборы ну надо пораньше домой воскресенье сегодня пораньше надо все-таки прийти там считай пока придешь надо еще эти грибы переработать да вот все разы разгорелась нет загорается пока выбирается загорается сейчас чай попьем да пойдем надо туда не будем кипятить в этот чай они а дорога в дороге да но в принципе быстро скипит лапа до скипятил я не желаю чайника скипятим да ага хорошо ладно сейчас про я сейчас поделу ты пока занимайся я все буду собирать там в избушке все давай давай я вот до дочь его прекратился пути для меня лишь прекратился там пока горит у меня вроде бы не немножко идет гриббас говорит дрова сырые плохо горят не знаю подкину сейчас елка так и так разгорится чай я уже налил жду грибы баса это вот чай такой цвет это чага и лист брусничный сейчас я сложу чайник покажу вам там воднее это как раз чага осталось так надо сжечь мусор кстати закладку вчера делал березы до сих пор до сих пор вот кусочки там видны а это он чаги показываю кусочки вот черненький это вот чага кусочки настругил это брусничный лист сейчас на вкус я как-то пью даже вкус сахаром он как бы вкус тоже перебивает сахар ой не туда камеру за пейса положил до положил спасибо чай март если чисто чисто чага то она это вот кстати есть немножко вкус такой через специфический для чаги он такой как-то тоже не знаю объяснить можно но это нам подумать как его объяснить этот вкус чаги может и сможешь объяснить вкус чаги ты размешал да мне кажется что вот время терять может пойдем сразу давайте берем чаник да пойдем так хочу кипятить то а папу я попить я в душе уж не пить а не жарко не жарко все равно мухи ти же джон ну вот пьем один раз наверно телевышке из-за этого нет а когда мы еще два раза по пути мы селепили но того когда сюда шли это недолго джон на газельной будни кипятить дрова он есть можно же что там не будем кипятить это мне кажется пошли ну пошли ладно чайник сполоснем да пойдем а там уберемся в избушке депо яну так тут пока она пока мороз полью пока вы будьте обираться будучи визу бедом чипите спасибо пожалуйста так что ой мой рюкзак упал что ты падаешь то и в грязь и около м.н. капец в грязь упал гриба бас решил назвать этот поход поход армии или там допустим ну армейский поход не подойдет потому что мы же не в армии а поход армия ну потому что ты в основном про армию рассказываешь и я тебя постоянно про армию спрашиваю понятно ну расскажи что тебе дала армия СССР советская армия вот что ты до нее что ты ну как бы после нее что ты стал уметь делать там я очень хорошо стал убираться по радио делу подожди давай присядешь а то это присядешь я тебе буду снимать присаживайся вот на пенек ну че тут убрать то недолго да я тоже мне подожди сейчас пусть пока не могут короче я стал хорошо разбираться по радио делу перерабатывать на ключе вот а вы еще как у нас был командир по взводу был прасал имя не помню я уже него вот ну вот там и когда такая у нас гора большая гора у меня так 800 высотой большая такая гора такая вот мы заехали на нее вот и я поставил такую выносную антенну поставил но она была где-то около 30 метров была высотой вот такие растяжки все стояли короче и он мне говорит а у меня короче как вот заснимай джон ща подожди тут мошкам у меня ща 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 ну давай давай говори в общем у меня такое было окошко с правой стороны вот такой столик небольшой такой стул такой маленький был такой сел ну стул так вращаться стул между собой тут стоял стоял передатчик датчик ну он большой оперативка вот засними меня хоть пирать это было короче станция была с 140 м где-то такая была высотой периоды передачи вот таком объявляйте такой широкий такой где такой был короче был толстый он вот у него было 8 электронных ламп 3 лампочки были 8 штук вот да 8 штук и вот и короче набираешь код вот а потом стол стоял такой ну это пур называется пур пульт дистанционного управления вот набираешь код включаешь автоматику и он сам автоматически уже ловит ну канал уже ловит сам все автоматически ловит все вот он мне говорит а потом стоял приемник например маленько поменьше около метра высотой такой метр высотой широкий такой вот толстый такой вот и мне говорит прасл передай этот а у меня такие наушники были я одел наушники ждал и сигнал прошел вокруг земного шара и я снова поймал свой сигнал и поймал я у меня у господи сам позвонок свой на этом ока поймал записал бумажку вот так а ты говорит мол не верил мне я короче вот удивился долго ты ждал сигнал долго ждал 10 примерно ждал я он пошел а уже как его сигнал вот короче вот засними меня короче может ошибаешься 10 минут мне кажется долго слишком я ну нет так я не помню только можно по идее сигнал скорость света нет не меньше меньше короче вот смотри вот наш земной шар да ну я понял вокруг земного шара вот так вот идет сигнал ну да отражается от ионосферы вроде бы да 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 вот и идет ну и все научился короче ты радио дело там да да радио дело научился я все потом еще мы ходили в армию ходили мы сам этот караул ходили мы вот по караму делу я вел себя хорошо даже вел себя отлично но это многие ребята а у нас там еще был один проверяющий а учили вас этот ну говори давай проверяющий чё вот он сам как же был мужик как же был майор но он так по всей дивизии был главным вот и он все проверяющий ходил до чего такой вот до чего был вредный это было жутко с ним не самое а я уже был огранял взлетную полосу называться ромашка там стояла 5 этих 5 25 мигов стояла готовых культ уже готовых самолет стояли вот и охранял я их на это рукопашному бою учили вас нет потому что в учебке у нас был класс и были такие большие плакаты где-то метр на 8 сантиметров там были на самом самолеты такие большие самолеты были нарисованы такие смотря были большие было 10 плакатов со всех стран вот и я как же перерисовал их и писал отлично камер позору в это прасал вот этот грузин им понравилось вы магично молодец говорит понятно а день рождения как ты там отмечал нет как-нибудь в армию это было отлично но если там что-то такое ты не рассказывали нет нет все в рамках все в рамках приличия надо вот даме пожалуйста чень я пожалуйста ты чай это долевать нет да долей спасибо так что за другу подожди 4 мошка мне залезла что-ли кусает живот ну рассказывай как мы только отмечали сам это теперь 19 лет стукнуло не нет день рождения не новый год день рождения рождения и не помнишь да я же не помню толком ну ну новый год расскажи а новый год у нас был майор иванов вот и мы как же построили 31 декабря уже нового сяга уже как уже праздное настроение было вот мы стоим на своем плацу на местном стоим ну маленький плац и примерно около так 50 длину такая примерно около 25 длину маленький плац такой мы стоим вот и выходи к че майор иванов вот и выходит такой вот засними меня джон выходит к ручки нам а мы стоим все потоки смены как полагая стоим он выходит такой и такая вот такая ведуха вот такая вот а вот так вот выходит ну что ребят скучай так рукой помахал все гагага ну чё хоть я вас развернем все конечно беликий встречатель вам приехал пасик девчонок из медучилища а там было деда человек было около там 30 было. И мы как ломанулись, короче, все снесли к автобусу. Вот. И там девчонки приехали, молодые, хорошенькие такие. Вот. А мы, короче, представляли Новый год, Ленинская комната. Она же большая комната. Букву это, сюда поставили, короче. Тут ёлка. Магдафон ставил японский, Тошиба. Вот. И магдафон такой, ну ещё, как, ну такой маленький магдафон такой, катушный. Маленький такой. А плёнки, большие такие плёнки. Можно называть по километру плёнки. Вот. Колонки стояли, большие колонки такие, по 100 ватт колонки стояли. Вот. Музыка. И всё, пацан, музыка, всё было, и всё было отлично. Солы были накрыты отлично. Вот. Может, не по 100 ватт колонки, а по 50? По 100 ватт. По 100? По 100 ватт. Вот там мужчина, он увлекался музыкой. Вот. Вот он нам даст свой магдафон, всё, мы там, мы крутили музыку. Танцульки у вас, да? Угу. Танцевали. А чё кушали там, скромно наверно? Там ничего такого с тобой. Угу. Солы были отлично. Там всё на соле было. Так, а откуда еда-то? Мы покупали всё. Угу. Заранее, да? Угу. А потом чё ещё? Угу. Потом у нас была своя точка. Мы далеко не можем поехать на машине до этой точки. Там было всего, там было... 12 человек там по-моему было. Вот. Вот там они жили. Они там породелы, всё там занимались там. Вот так вот там они. И жили сами. А там, они жили только 12 человек. Ни офицера никого не было, жили сами по себе. Вот. И там породелы, там всё там занимались там они. Понятно. Ну и ещё как-то. Угу. Костёр проголел. Ага. Ну сейчас-то нам уже не нужен костёр будет. Угу. Ну что-то резкость как-то плохо наводится странную. Камера, короче, бархлит всё-таки. Угу. Ну что, сейчас собираем? Ты допиваешь уже, да? Нет, всё, мне не осталось. Сейчас допьёшь, да пойдём. Ну, соберёмся и пойдём. Ага. Всё, дорогие зрители, спасибо этому дому. Пойдём к родному. Сейчас будем переправляться. Крапива, да? Крапива. Ну, она обычно где мусор, там она растёт. Там типа по перекату будем, да? Да. Сейчас к вечеру опять так прохладненько стало, да? Ну. Угу. 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 Так, где-то вот здесь вроде бы, да? Да. Перекатик. Переправу нашу люди сломали, но она, наверное, всё-таки от старости сломалась эта переправа. Давай, Гриба Вас, вперёд вот здесь где-то. Ты идёшь вперёд или мне пойти? Иди ты первый. Ну ладно тогда, я-то хотел заснять, ну ладно, выключу камеру. Угу. 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 Угу.